Здравствуйте! В эфире программа в центре событий в студии Анна Марченко. В этом выпуске. Утилизация ртутных ламп. В Сургуте появилась специальная установка по их переработке. Детское кресло «Спасенная жизнь» госавтоинспекторы Югры проводят рейды. Зачем в Сургут привезут военную технику? В городе возрождается институт ДСААФ. В Сургуте возобновят строительство полигона твердых бытовых отходов. Работы на нем остановили 5 лет назад из-за нехватки финансирования. То, что построить удалось, уже мало соответствует масштабам отходов, которые производит город. Копаться в чужом грязном белье не принято, но такова уж суть работы сотрудников полигона ТБО. Ежедневно на бульдозерах они разгребают тонны отходов жизнедеятельности сургутян. Машины с различным мусором из города приходят каждые 10 минут. Таких грузовиков в день может приезжать до 300. Каждый самосвал везет по 10 кубов отходов. Объем поступления увеличивается практически с каждым месяцем. И давно назревшая проблема расширения полигона. Не только в части, так скажем, в ширину, в длину, но и технически. Расширение полигона остановилось в 2008 году. Планировалось строительство пяти так называемых карт, то есть земельных участков, на которых ведется прием отходов. Но финансирование из округа иссякло. В итоге остановились только на двух картах. Эти две карты еще рабочие. Они еще позволяют вести прием отходов. В целом, проектная мощность всех пяти карт, в соответствии с проектной смертной документацией, составляет 490 тысяч кубических метров отходов в год. Вместе с тем, по итогам 2012 года, только на две существующие карты, принято порядка 720 тысяч кубических метров отходов. Только за январь текущего года на полигон вывезли 70 тысяч кубометров различных отходов. Это почти полтора миллиона 50-литровых мусорных пакетов. Чтобы подготовить землю под растущие объемы, сейчас необходимо порядка 173 миллионов рублей. 10% из суммы покроет город. Остальное за округом. Если дело пойдет, то и до строительства завода по переработке мусора будет недалеко. Строительство такого комплекса предусмотрено на территории города Сургута. В настоящее время специалистами ведется подбор подходящего соответствующего земельного участка, чтобы в дальнейшем его зарезервировать под возможность строительства данного объекта. Строительство завода в перспективе до 2020 года. Вести вторую очередь полигона ТБО рассчитывают раньше. На подготовку земельных участков под городской мусор дают три года, включая текущий. Но только при условии, что финансирование будет столь же динамичным, как и рост количества отходов. Рамин Нуриев, Константин Алей, Сургутинтерновости. Утилизацию ртуть, содержащих ламп, в Сургуте поставят на поток. В городе в тестовом режиме заработала специальная установка. Технологический процесс позволяет полностью обезвредить пары ртути в отслуживших свой век электрических приборах. Производительность установки 900 ламп в час. Фактически, с учетом времени на подготовку, специалистам удается перерабатывать порядка 400. Но и этого, уверяют сотрудники компании, с лихвой хватит, чтобы покрыть потребности по утилизации ртуть, содержащих ламп, не только Сургута, но и Югры в целом. Соответственно, перемножить на дни недели и, соответственно, месяцы и получите результат, который можно, значит, будет получить в течение года. Я так полагаю, что, значит, по городу мы, соответственно, перекроем вообще элементарно. И, возможно, даже это будет, в этом плане будет рассматриваться и весь округ. Стоимость установки по утилизации ламп 800 тысяч рублей. Как уверяют власти города, ни копейки бюджетных денег на ее приобретение затрачено не было. Все необходимое закупила частная компания. В обмен администрация Сургута предоставила помещение, где и происходит процесс утилизации. Сейчас установка размещается в районе полигона ТБО. Туда из города будут поступать использованные лампы. Данный пример может являться примером эффективного сотрудничества власти и бизнеса. Поскольку мы, была достигнута договоренность, что, как уже сказал ранее, предприятие приобретает оборудование. На условиях конкурса мы предоставляем муниципальные площади. Они размещают установку по демократизации артурсидержащих отходов. Простегнул ребенка, езжай спокойно. Этого правила придерживаются далеко не все водители. С начала года в России произошло несколько десятков аварий, в которых пострадали дети. Причем все они были не пристегнуты. Напряженная ситуация и в Югре. На днях в столице округа в аварии погиб не пристегнутый ребенок. Чтобы повлиять на водителей, сотрудники госавтоинспекции проводят масштабные оперативно-профилактические мероприятия. В прошлом году в России произошло более 8 тысяч аварий с участием детей-пассажиров. В каждом десятом ДТП ребенок не находился в специальном кресле. Последняя нашумевшая авария произошла на днях на трассе Москва-Уфа. У нас авария. Малыш выпал на асфальт через разбитое стекло. Несмотря на то, что детское кресло в машине было, ребенка в него не посадили. Последние трагедии, происшедшие на территории Ханты-Мансийско-Автономного округа, говорят о том, что непристегнутый ребенок – это ребенок, который может погибнуть, либо очень сильно пострадать. Любовь Викторовна, причина остановки понятна вам? Объясняю, причина остановки – отсутствие специального кресла для перевозки детей. Ежедневно в Сургуте инспекторы ГИБДД останавливают с десяток машин, в которых сидят непристегнутые дети. У каждого водителя-нарушителя своя аргументация. Многие надеются на большой стаж вождения, другие – попросту на авось. Но и в тех, и в других случаях жертвами родительских амбиций и неосторожности становятся их собственные дети. И таких трагических историй у госавтоинспекторов накопилось немало. Несовершеннолетнего перевозили непристегнутым, он был без детского удерживающего устройства. В результате ДТП ребенок погиб. Хотя, по оценке экспертов, было выяснено, что если ребенок был пристегнут, он остался бы жив. На днях в Сургутской госавтоинспекции началась акция «Детское кресло – спасенная жизнь». Главная задача – профилактика нарушений среди водителей. Автолюбителям еще раз напомнят – детей необходимо пристегивать. Между тем, на днях Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении в два раза штрафа за непристегнутый ремень или отсутствие детского автокресла. Сейчас сумма небольшая – всего 500 рублей. Одно из обсуждаемых предложений – увеличить ее до 5000. Елизавета Саянко, Гамзат Магомедов, Сургут, Интерновости. Оплатил раньше, получив скидку, в Госдуму внесен законопроект, по которому предусмотрено снижение суммы штрафа за нарушение правил дорожного движения. Согласно документу, скидка будет составлять 50%, но только лишь в том случае, если водитель оплатит штраф в течение 10 дней. Таким образом, авторы законопроекта пытаются решить проблему коррупции, а также стимулировать автолюбителей вовремя платить за свои нарушения. Сейчас документ уже одобрен к первому чтению в Думе. С 1 января 2013 года по 31 число включительно получается общее количество составленных административных материалов, включая тех материалов, которые составлены безопасным городом, естественно, это 17 тысяч, буквально 50 материалов. Из них, согласно нашим базам, получается, в районе 2 тысяч оплачено, 15 тысяч, получается, штраф является еще неоплаченным. Ежедневно в Сургуте в среднем регистрируют порядка 500 нарушений правил дорожного движения. Большую часть из них фиксирует система «Безопасный город». Управление транспортными средствами с нечитаемыми, нестандартными государственными администрационными знаками. Естественно, сюда относятся также превышение скоростного режима, нарушение требования знака при запрещающем сигнале светофора. В Сургутском районе стали в два раза чаще шуметь. Административные комиссии муниципального образования отчитались о проделанной работе. За нарушение покоя оштрафовали 500 человек. Это половина из всех провинившихся. В целом нарушители порядка заплатили более 700 тысяч рублей. Это на 200 тысяч больше, чем в предыдущем году. Сургутяне недовольны. Это нарушение качеством товаров, а также сферой услуг. По крайней мере, об этом свидетельствуют результаты мониторинга. За один месяц этого года в отдел по защите прав потребителей поступило более полутысячи различных обращений. В среднем за день на недоработки бизнесменов жалуются около 40 человек. Это практически вдвое больше, чем по итогам прошлого года. Чиновники говорят, что минусы в повседневной работе есть у всех представителей торговли, как в крупных центрах, так и в мелких магазинах. Стали появляться, скажем так, обращения по товарам сезонного характера. Это шубы. Шубы, там зимняя одежда, как говорится. Письменных обращений поступило в отдел КИО 26. Уже подготовленные переданы потребителям 5 исковых заявлений для обращения в суд в защиту своих прав. СУРГУТСКОГО КОМСОМОЛО А также весной активисты сажают деревья в городе. Производственная база вся, энергетика, нефтяная, газовая отрасль, трубопроводы, линии электропередач, жилье. Это все создавалось молодежью и комсомолом. И основная действующая сила была именно молодежь. Поэтому все, что мы создали, что же мы, это комсомол и создал. Вы считаете себя комсомольцем? Конечно. В душе и до конца своих дней. В ближайшие месяцы в Сургуде появится действующая военная техника. Никаких боевых действий в городе проводить не планируют. Пополнение связано с возрождением организации ДСАА в России. Руководство, общество, содействие армии, авиации и флота провело рабочую встречу с представителями администрации Сургута. В стране необходимы квалифицированные военные кадры. Такой посыл в числе прочих прозвучал в ежегодном послании президента России Владимира Путина к Федеральному собранию. На эти цели из государственной казны выделяются миллионы рублей. Но как сделать так, чтобы деньги превратились в знания? Для этого власти вспомнили о старом советском институте. Институте ДСААФ. Мы рассматриваем, что здесь ежегодно должно готовиться где-то до 300 призывников. Сейчас пока не готовится ни одного. В Сургуте надо создавать центр военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи к службе вооруженных сил. ДСААФ готов обучать призывников военным специальностям. Связисты, водители спецтехники, моряки порядка 15 профессий. Однако от Сургута и Югры в целом в вооруженных силах пока ждут только водителей. Основная специальность, я уже повторюсь, это водители категории С. Мы готовим в муниципальных образованиях. На этот год наряд 340 человек поставлены на задачу. То есть весенние призы порядка 150 и в осенние призы будет ориентировочная. В планах у руководства ДСААФ открытие тира. Сейчас, наверное, нефтьюганск перебросит малокалиберное оружие. Секция будет создана, будут существовать, конечно, и в платные услуги, потому что, соответственно, содержание должно быть только из наших средств. И будут учебно-полевые сборы проводиться, конечно. Задача на ближайший год – открыть больше секций для юных сургутян и наладить системную работу по подготовке призывников. Параллельно ДСААФ продолжит готовить водителей на коммерческой основе. Дмитрий Подлесной, Вячеслав Шаркунов, Сургутинтерновости. Параллельно ДСААФ Компанию часть молодых людей подготовят по военно-учетной специальности. Эти уже люди, призывники, уже будут учиться в Ростов-автошколе. На Сургут 300 человек призывников. Мы будем их пока обучать на водителей. Завтра на прямой телефонной линии в администрации города будет дежурить начальник управления социальной защиты населения. Вопросы Елене Бондаренко можно задать с 11 до 12 часов по телефону 28-62-62. Женский баскетбольный клуб «Университет Югра» продолжает выступление в чемпионате России среди команд высшей лиги. Сургутянки вернулись из Челябинска, где дважды обыграли местный клуб «Славянка». Результаты матчей 70-41 и 74-47. В этих играх в составе университета дебютировала баскетболистка Ксения Краснова. Этот сезон она начинала в молодежной команде Курского «Динамо», набирая в среднем за 10 минут игрового времени 3 очка. В двух матчах за новый клуб Краснова забила 20 очков. Следующие матчи баскетболистки университета «Югры» проведут дома. 2 и 3 февраля сургутянки привод конкурента за место в финальной четверке столичный клуб «МБА». Сургутские боксеры покорили чемпионат округа. Турнир прошел в Нижневартовске. Среди взрослых наши земляки взяли две серебряные награды и одну золотую, а сургутские юниоры одержали победу сразу в трех весовых категориях. Такой успех в федерации бокса объясняют сменой тренерского состава. В команде сборной города новый главный наставник Нурлан Аманов. Спортсменов на тренировке поздравили руководители Сургутской федерации. Теперь боксерам предстоит подготовка к чемпионату и первенству Уральского округа. Результат, сказать честно, мог бы быть и лучше у взрослых. Одно первое, два второе, да? Но все-таки у нас еще не было нашего лидера Руслана Крахмасова, который автоматически являлся первым, наверное. То есть у нас сегодня три первых номера сборной команды округа по взрослым. И юниоры удивили очень. Трое стало первыми. Волейбольный клуб «Газпром Югра» провел свой очередной матч в рамках розыгрыша открытого чемпионата России. На выезде газовики противостояли казанскому «Зениту», действующему чемпиону страны. Игра началась довольно ровно. Сургутяне достойно сопротивлялись, но Михайлов и компания оказались сильнее. При счете 12-12 казанцы делают рывок и выигрывают партию 25-17. Во втором сете газовики имели возможность сравнять счет по партиям. Но неудачная игра на блоке в концовке эти планы разрушила. 25-23 в пользу «Зенита». Видимо, после этого волейболисты «Газпрома» восстановиться не смогли и сдали третью партию без боя 25-14. Счет 3-0. Уверенная победа «Зенита». Сейчас «Газпром Югра» ушел на четвертую строчку таблицы «Синей группы». Уже в субботу у сургутян будет шанс вернуться в тройку призеров. В Перми газовики сыграют против волейболистов «Прикамья», аутсайдеров «Красной группы». Обе команды были сверхмотивированы. Это очередное газовое дерби. Осложнило ситуацию еще тем, что неожиданно возник кубок «Национальное достояние». О том, что этот кубок будет разыгрываться, команда Андрея Толочка узнала только накануне игры. После матчевого интервью Андрей Толочка сказал, что вот именно в игре с «Прикамьем» они постараются взять три очка, чтобы восстановить свое положение в турнирной таблице. Мини-футбольный клуб «Факел» в первом матче 2013 года в рамках чемпионата высшей лиги на выезде уступил липецкому НРКОМу. Итог встречи 4-0. Газовики пока остаются на шестом месте в таблице. Но столько же очков в 12 имеют еще два клуба – «Ухта» и тот же «НРКОМ». В следующем туре 3 февраля сургутяне сыграют дома. В гости к «Факелу» едет его бывший тренер Андрей Ильин вместе со своей нынешней командой футбол-хоккей из Нижнего Новгорода. 10 февраля сургут вместе со всей страной встанет на лыжи. В пятый раз наш город принимает участие во всероссийской акции «Лыжня России». На старт выходят как профессионалы, так и любители. Ограничений по возрасту нет. Заявиться для участия в турнире можно с 5 по 9 февраля в городском комитете по физической культуре и спорту. Его адрес – улица Кукуевицкого, дом 12. Необходим паспорт или свидетельство о рождении. А также справка допуск врача для участников до 17 лет включительно. Стоит отметить, что второй раз подряд «Лыжня России» пройдет на стадионе «Спортивное ядро». В этом году организаторы изменили место расположения старта и финиша. В этом году у нас будет футбольное поле, основное футбольное поле, задействовано под стартовую поляну и под финишную поляну. Поэтому спортсмены у нас пойдут чуть-чуть по «Лыжне» в противоположную сторону выходить будут. И финиш будет непосредственно по прямой стадиона, по футбольному полю, по прямой, где может и разгореться борьба на последних метрах. На этом выпуск завершен. Впереди реклама и прогноз погоды. А я с вами прощаюсь. Спасибо за внимание. До свидания. Большой выбор металлических и межкомнатных дверей. Доставка, установка, гарантия, беспроцентная рассрочка. Салон дверей. Телефон 35-8282. Салон дверей. Телефон 35-8282. Телефон 35-8282. Отдых в Филине – это удовольствие с пользой для души и тела. К вашим услугам – финская сауна, турецкая парная и хамам. Работаем круглосуточно. Предварительная запись по телефону 51-81-71. Фэшн коллекшн. Журнал о моде. 5 февраля открывается новый салон меха и кожи «Зена Эксклюзив». Шубы, дубленки, куртки. Прямые поставки с европейских и турецких фабрик. В день открытия скидка 50%. «Зена Эксклюзив». Торговый центр «Новый мир. Первый этаж». Только до 20 февраля. Грандиосная распродажа костюмов. Скидки от 50 до 70%. Сеть салонов «Китрой». Ренз Ринальди, Альфред Мюрлер и Грег Хёнман. Хотите вспомнить вкус настоящей тушенки? Без консервантов, сои и прочих добавок. Как раньше. Только мясо. Монгольская тушенка. Только мясо. Натуральный продукт. И о погоде на 1 февраля. В студии Карина Навального. Здравствуйте. В предстоящие сутки в Хантоматийском основном округе температура воздуха повысится под влиянием обширного циклонического вихря, который сформировал южные и юго-западные потоки и поставляет в регион теплые воздушные массы. Ночью в Сыргуте и окрестностях облачно-кратковременный снег. Ветер юго-восточный 2,7 м в секунду. Температура воздуха минус 18, минус 23, местами до минус 26. Утром небольшой снег. На столбиках термометров около 21 градуса мороза. Днем с прояснениями, местами снег. Направление ветра северо-восточное 2,7 м в секунду. Температура 13,18 ниже 0. В течение дня солнечная активность умеренная, геомагнитный фон неустойчивый. Атмосферное давление составит 761 мм тутного столба. Фабрика Комфорта. Модернизированное производство по изготовлению мебели в Сургуте, оснащенное самым современным оборудованием. Объемы заказов увеличились, а сроки исполнения снизились при неизменно высоком качестве. Лучшие образцы. Кухонные гарнитуры, шкафы-купе, различная корпусная мебель в выставочных залах, торговых центрах, галереи интерьера, в магаз и в ваших домах. Фабрика Комфорта. Новые технологии производства, мастерство, безупречный сервис и, пожалуй, лучшее сочетание цены и качества. Саламандр. Размер не имеет значения. Только до 28 февраля в фирменных салонах угли Саламандр скидки до 50% на зимнюю обувь плюс дисконт. Открылся дисконт-центр в магазине «Зайди, купи» по улице Профсоюзов, 21. Я желаю вам всех благ. Будьте здоровы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин